Приветствую вас на нашем канале про пчеловодство, меня зовут Пашка и сегодняшняя тема видео встреча представителей власти, а также представителей пчеловодов. Здесь очень такая интересная тема, я уже как бы снимаю заключительный ролик и мы давайте проведем небольшой анализ. Что мы услышали? Конечно мы услышали очень такого много чего и негативного и очень чего по сути позитивного. Но позитивного конечно меньше, потому что что может сравниться с тем, что рассказывалось, что наши экспортеры бодяжат мед, разводят наш мед, что они как бы очерняют наше имя честного пчеловода Украины. И здесь как бы я думаю, что конечно даже если бы нам давали за это деньги, то я думаю, что это никак не очистит ту совесть нашу. Ну давайте друзья, первое, конечно мне понравилось, что появился новый чиновник Инна Дмитриевна, которая по сути пытается что-то в чем-то разобраться и может быть она даже будет помогать пчеловодам. Мне конечно не понравилось представители старой власти, ну как, эти как бюрократы, эти чинуши, эти короче морды, которые сидят там уже очень-очень долго походу, которые перебегают с кресла на кресло. Это как бы стандартные такие лица, они проводят стандартную встречу и рассказывают, обещают, говорят, что не могут и что не будет. Мне конечно с другой стороны еще опять же не понравилась позиция пчеловодов. Пчеловоды не шли единым фронтом, это было так бы более похоже на лебещу карак. Потому что, вот например, одни приехали, с одной стороны все правильно, но с другой стороны, ну немножко не так, потому что представители там, например, спилка пасечники Украины. Ну это же представитель не пчеловодов, ну согласитесь друзья. Ну давайте положим руку на сердце и мы скажем, что это в действительности представитель же экспортеров, ну зачем там что-то рассказывать. Дальше, с другой стороны, если так все рассмотреть, то Григорий, представитель пчеловодов, как бы, он представитель промышленных пчеловодов. Вот слово промышленное, это меня конечно вообще, ну промышленный, промышленный, да-да, это короче пасека, баква, стокарника, это все можно в одну сферу вогнать, потому что промышленное пчеловодство. И он как бы выступил и говорит, что я приехал сюда и я хочу, чтобы вы нам помогли, к примеру, чтобы пчеловоды, промышленники могли продавать мёд без посредников, без экспортеров. Конечно же. Когда нема, я только, мы бачим один единый выход, это напрямую экспортировать мёд за кордон, от воробника. Чи можливо надати квоты непосредственно виробнику, чтобы продукции, ну, и чтобы мы могли, скажем так, минувать этих заготовельников и экспортеров, экспортировать мёд на прямом за кордон. Без посреди. Без посреди, так. Без посреди. Ну, это им плюс. Для нас вообще никакого нет. А получается, если вы хотите возить мёд за границу, то, пожалуйста, регистрируйтесь экспортерами, там платите туда все, и все будет у вас хорошо, и будете вы жить, как вареник в масле. Ну, конечно, друзья, если ты занимаешься басекой, то какие там могут быть экспортеры. С другой стороны, конечно, никто даже не предложил эту проблему решить. Понятно, что пчеловоды уже давно волком выйдут и орут, что они не хотят работать через наших честных, очень честных экспортеров. Потому что, ну, в действительности они, экспортеры, сейчас подмяли под себя всю галость, поскупляли всех, блять, блогеров. И себе сидят, и цену на мёд только опускают. Там деньги крутятся, им все хорошо, и проблем с этим нет. А, конечно, все хотят, чтобы рынок был. Я думаю, что, конечно, эту проблему может быть, решил бы биржа мёда. Что пчеловоды продают, как бы, мёд через биржу мёда. А, ну, там, например, тот же покупатель, там, с другой стороны, имеется в виду, за границей, приезжает и забирает этот мёд. Ну, здесь тоже будут камни спотыкания, потому что нужно было бы создать лаборатории. И лаборатории могло бы государство сделать бесплатно, это было бы вообще бомба. Хотя бы по одной лаборатории, такой мощной, в одном областном центре. Это имеется в виду, сколько у нас таких областных центров, это не так уж и много. И там, чтобы сразу и делали и анализы на протраву пчёл, тоже бесплатно. Вот это слово бесплатно, меня сам, сам, аж душу шкребёт. Понятно, что они это, наверное, что не сделать. Ну, хотелось бы мне, чтобы это было бесплатно. Тогда бы мы все дружно, в кого небольшие пасеки, подбились под этих людей, которые уже есть промышленниками. И мы бы вместе могли бы сдавать мёд на анализы, выставлять этот мёд на биржу, торговать и продавать его за границу без никаких посредников. Сюда, получается, приезжает какой-то представитель из-за границы или покупатель и забирает наш мёд. Вот это было бы, конечно, что-то. Но, опять же, опять же, не захотят. Я думаю, что представители власти этого не захотят сделать. Ну, посмотрим. Это, конечно, не с нашим счастьем. Но в идеале, в идеале для нашей отрасли, понимаете, такая ситуация, что вообще сама промышленность, ну, вообще пчеловодство как галусь, я думаю, что оно для самого государства, как налогоплательщики, это вообще не интересно. Так как даже это Инна и говорила, вы докажите, что это как-то поможет, мы, может, как-то вам тоже поможем финансово. Это имеется в виду, что, как это повлияет на промышленность там региона, как благосостояние граждан там определенных регионов. Ну, вот с это тоже я же говорил, доказать этого никто не сможет, потому что первым делом все орут, что нужно деньги и всем тем, которым, ну, в действительности, деньги, по сути, не надо. Так, что еще? Что еще? Делал, кстати, опрос, что в приоритетах пчеловодов у себя в группе пасека для всех, и там очень интересно. В приоритетах пчеловодов было то, чтобы было меньше протрав пчел, чтобы была, как бы, цена на мед, чтобы были медоносы и вроде там не испахивались луга. Да, были СГУГОДИ, где можно, ну, чтобы пчелы собирали мед, как бы медоносы, насаженные медоносы. Ну, это, как бы, приоритет, там, за кредиты, за деньги, мало кто говорил, помощь государству. Это, как бы, самое главное. И это, в действительности, этого уже достаточно. Ну, вот, видите, получается, так бы все решилось. Что я хотел сказать, что для государства мы не платим столько налогов. Мы являемся, по сути, теми людьми, которые должны сами себя обеспечить, не ехать за границу и просто здесь жить. Как имеется в виду, как бы, ресурс такой живой. Потому что, извините, около 7 миллионов за границей на заработках, но это, друзья, тоже нужно понимать. Это не так уж и мало. Все мы скоро туда выйдем, и что дальше? А кто здесь работать будет? Ну, да, кризис с кризисом, но рано или поздно здесь же тоже начнется парадок. И что здесь будет? Что? Китайцы, узбеки, кто сюда приедет? Ну, когда нас здесь, украинцев не будет. Украинцы станут немцами, а узбеки станут украинцами. Ну, вот такая, понимаете, ситуация, что тоже нужно понимать. И налоги, вот люди боятся, что пчеловод будет платить налоги. То пока мы не имеем такого потенциала, чтобы платить налоги. Мы просто, смотрите, в чем вся суть. Когда пчеловод сдает мед в определенное количество, он уже автоматом не попадает под субсидию. Ему уже не выплачивают эту субсидию. Государству от этого плюс? Конечно, это плюс для государства. Потому что с нынешними коммунальными ценами, о-хо-хо, субсидия, это очень дорого обходится. Вроде 47 миллиардов гривен в этом году было заложено в бюджет государства, чтобы оплатить субсидии. 47 миллиардов, друзья. Вот вы представьте себе, что некоторые семьи, которые не будут получать субсидию, они являются пчеловодами. Там каких-то 5-10 миллиардов гривен, хоппа. И получается, что, например, на содержание агросектора, что там они говорили, 4 миллиарда заложили или что? Ну, это вообще копейки, ну, согласитесь. Вот здесь, вот здесь, понимаете, на чем нужно играть. Вот здесь получается очень интересно. Ну, что мы еще увидели? Что мы еще увидели? Вообще такого, чтобы мне, честно говоря, не понравились вообще чиновники. Чиновники, по них видно, что толку с них не будет. Их нужно менять постоянно. Постоянно, там на 4 года и нафиг, нафиг, нафиг. Это бестолковые дармоеды. Мне понравились пчеловоды, потому что они не выступают единой позицией. И люди бы все-таки бились бы за то, чтобы объединиться. Даже, допустим, чтобы деньги дали, то получается такая ситуация, что их некому давать. Сколько у нас этих спилок, пасечников, сколько там людей, которые будут орать, что они самый топовый пчеловод на всю Украину. Их же много. Много. Нужно сделать кого-то одного, какой-то центр, чтобы что-то добиться. Когда это будет, тогда и может быть будут деньги. Когда будет что-то, а не получается, что бардак с другой стороны получается. Вот такая ситуация. Тогда можно что-то делать. Что еще хотел сказать про науку? Ну, я не знаю. Я туда вообще нос не хочу сунуть. Конечно же, хотелось бы, чтобы и подготавливали специалистов. Но здесь, я думаю, что кризис не только в пчеловодстве. Этот кризис везде. И в любой отрасли научной, можно сказать, там. Ну, смотрите, как я вижу вот это, например, чтобы вы понимали. Вот, например, в Америке. Любое заведение, которое более-менее уважаемое. Не нужно брать Oxford. Оно имеет свою, как бы, лабораторию. Оно имеет свои, как бы, рабочие такие галлы. Ну, не галузи, как это правильно сформулировать. Где проводить практические занятия. Это помещения, лаборатории. Где они проводят очень много таких исследований, исследований интересных студентами. Вы обратите внимание, что очень много открытий было сделано именно студентами. Именно институтом, университетом, техникумом. Вкольную технику. У них нет, у них колледжев. Вот, понимаете. А у нас что? У нас это вообще нет. Конечно, хотелось бы увидеть, как там люди работают. Не бегают по пасеках каких-то матководов, людей учат. А чтобы они работали на своих пасеках. На своего учреждения. Чтобы это была топовая пасека. Что это была топовая матковая, как бы выводная пасека. Вот, конечно, бы я хотел это увидеть. Ну, такого даже, наверное, тоже не будет. Тоже утопия. И получается, что, друзья, вся вот эта суть. Кроме того, что приехал, например, Григорий, который там дыхнул немножко что-то нового. Все остальное, это, наверное, обговаривается уже последних 5 лет. Да, или постоянно обговаривается. Ну, я туда, конечно, нос не сумму. Сейчас у меня есть время. У меня есть. Мне вообще зацепила цена на мед. Я, как бы, сам по себе бунтую. И я не собираюсь останавливаться. Я буду комментировать, смотреть. Если кому-то что-то будет интересно, то забрасывайте видео, которые можно, опять же, прокомментировать, посмотреть. Потому что, может быть, я что-то не увижу. И, опять же, если там есть какие-то авторские права, то его и не можно переливать, понимаете. Так что, если что, сбрасывайте ссылки, посмотрим. В конце еще хотел сказать некоторые слова всем людям, которые, вот, например, на комментарии некоторые, друзья. Давайте так. Вот это все, что относится там продажи меда, экспортеры. Вот это все. Соберитесь, идите в одно место. Не пишите там разные глупости. Потому что, ну, не надо этого. Я не собираюсь продавать мед за копейки. Я буду орать во все... Буду всем говорить, не сдавайте этот мед. Потому что это неправильно. Почему? Почему я должен кормить тебя, вот, например. Твою морду, твою семью, блядь. Почему я не должен доедать? Почему моя семья не доедает? Я вот этого не понимаю. Хотите, там, обижайтесь. Хотите, там, бегайте. Хотите, прыгайте. Это ваши проблемы, ребята. Дальше. Очень меня зацепил еще один комментарий, что я говорил, что Украина уже не есть страна третьего мира. Друзья, и кто-то там написал, не зацепи себе, потому что это неправда. Украина тоже. Ребята, давайте выключите нахрен вот этот уже телевизор. Особенно 1 плюс 1. Ну, как. Все каналы выключите. И начинайте черпать информацию с другого, как бы, источника. Потому что вы так с ума сойдете. Потому что Украина сейчас, вы можете своим биометрическим паспортом сесть и поехать в любую почти страну без проблем. Только бы были деньги. А вы попробуйте оформить гражданину Вьетнама, гражданину Индии, даже того Китая, визу, чтобы попасть в Украину. Просто попробуйте. Я вам серьезно говорю, попробуйте. Это просто нереально. Потому что не пускают до нас в Украину таки оттуда, от тех граждан. Но не нужны они нам. Да, с одной стороны, мы уже без проблем можем ехать в любую часть, в любую часть света почти. Потому что там, после того, как Европейский Союз снял ограничения для проезда украинцев, сразу проблема исчерпалась почти по всему миру. Вот обратите внимание, друзья, что я вам этим хочу сказать. Если вы, конечно, смотрите телевизор, то там, да, 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 там проблемы, конечно, да. Там в зависимости. У нас есть, смотрите, у нас 32 телеканала, половина с них, это все каналы относятся к олигархам. И получается такая ситуация. Половина каналов возле кормушки, орут, что все хорошо. Другая половина без кормушки, орут, что все плохо. И у нас по очереди это все. Одни пошли, другие пришли. И получается, что если смотреть определенные каналы, то вы так дойдете, что просто сойдете с ума. Что мы просто, ну, в действительности мы окажемся, что мы даже хуже африканских стран, где заработная плата несколько долларов в месяц. И где фактически и воды, по сути, нет, друзья, чтобы попить. Не то, что там, где люди воду покупают. А вы хотите рассказать, что мы плохо живем. Нет, мы плохо не живем. Это все в наших головах, друзья. Поэтому давайте, давайте, успокойтесь. Все хорошо. Наш мед, наш бренд, наши деньги. Мы должны за это работать, за это отстаивать. Мы должны за это бороться. Если мы не будем бороться, то ничего, поверьте, ничего не будет. Что хочу еще сказать. Если вы сдаете мед, давайте мы зайдем в такой трэш. Просто. Вот вы сдаете мед. Давайте. У вас проблемы с семьей. Вы заболели. У вас заболели дети. И здесь я, друзья, хочу сказать. Не дай бог, чтобы это произошло с кем-то из пчеловодов. Мы вообще все крепкие. Мы должны жить до 100 лет. Ну, с кем не случается. И, друзья, я вас прошу. И пойдите спокойно. Сдайте твой мед. И все. Но у нас получается другая ситуация. Пчеловод, после того, как сдал мед, обязательно в группе Facebook, обязательно всем друзьям побежать и рассказать, что он сдал мед, какой он бедный, какой он поганый. Все плохо, все пропало. И он сдает мед. И, получается, он уже сам фактически начинает подыгрывать тем людям, которые принимают этот мед за копейки. Понимаете? Он начинает оправдываться. Зачем оправдываться? Ну, тебе нужны деньги. Иди сдавай мед. Ну, что, тебя кто-то держит. Объясни мне, пожалуйста. Никто тебя не держит. Иди сдавай его, и все. Ну, все, друзья. На этом хочу закончить. Всем всего наилучшего. Всем пока.